Добрый вечер, дорогие наши телезрители! Добрый вечер! Телекомпания «Ирбис» 20 лет в эфире. И на протяжении этих 20 лет многие люди сопровождают нас. Люди, которые делятся с вами информацией, которые делятся с нами информацией, а мы делимся с вами, вот такой вот круговорот у нас происходит на протяжении всех этих 20 лет. И вот есть замечательная девушка, по-другому не скажешь, ну просто красавица, но очень серьезная, мне кажется, когда мы записываем с ней интервью. Ну как, в ЦОНе работает все-таки с населением. Зовут ее Азина Мухамедьярова, вам добрый вечер, здравствуйте! Здравствуйте, Тимофей! Рад приветствовать вас! Спасибо тоже за это! Я просто безумно рад. Вы вообще считали, сколько раз вы давали интервью? Вот. Честно говоря, нет, не придавало значения. Мне нравится моя профессия, наверное, как-то вот не заморачиваюсь. Ну сказали, вот Ирбис приедет, да, Азина? Я всегда рада. Я всегда рада. Хотя нас часто пугает, сейчас Ирбис вызовем, там, бывают люди, когда недовольны чем-то. Ну и мы объясняем. А я такая счастливая, ну и пусть приедет, да? Я говорю, ну хорошо, говорю, пусть приедет. А для того, чтобы Ирбис приедет, скажите, вы роскошно выглядите, вот каждый день нужно вот это вот реснички, ротик и все остальное? Или встало, боже мой, надо на работу? Нет, на работу как на праздник. На работу как на праздник? Конечно, если будешь любить свою работу, приходить на любимую работу, то и работать будет легче. Но когда идете, вы не думаете случайно, кто мне сегодня вынесет мозги вообще, вынесут их или нет? Бывает, бывает и такое, да, бывает и такое. Думаешь, ой, блин, ну как бы вот, потому что бывают у людей, ну документы несоответствия еще со времен Советского Союза идет, но они приходят к нам. И считают себя правыми? И считают они, что правы, а вот все вокруг виноваты. Хотя документы не в порядке изначально были. Ага, и Азина здесь уже, как должность-то я забыл сказать, дорогие друзья-то. Руководитель отдела номер 3 города Павлодара по обслуживанию населения. В общем, проще говоря, это отделение номер 3, это Цонна Павлова, самый любимый в Павлодаре всеми этот Цон. Вот если хотите нашу героиню вживую посмотреть, идите туда, она там постоянно. Спасибо большое. Он там, начальница же, да? Руководитель отдела. Ну, вы что, не начальник, что ли? Ну да, начальник. Нет. Нет? Ну, требовательная. Люблю порядок везде. Вот, допустим, от мытого пола или порядок? От этого пола, от входной зоны до выхода, заднего входа, выхода до гаражей, чтобы везде был порядок по работе, чтобы каждое место, ну, как бы все, и цифры сходились, и самое главное, чтобы наше население было довольно, оставались все людьми в первую очередь по работе. Ну, нормальная, конечно, я понимаю, девушка у нас сегодня в студии, но она прям так, ну, правильно, на самом деле, Центр обслуживания для этого есть, чтобы люди были довольны. Я довольна себя, вы, кстати, говорите четко, я сильно люблю себя. Самолюбие нормально, да? Хорошо воспитано? Ну, я люблю себя, потому что я, наверное, единственная девочка, единственная дочь в семье. И все внимание с детства, наверное, все вот это, как бы, как казахов говорят, иеркелеп, ну, с таким этим воспитывали. И вот у нас с детства, наверное, с кровью матери, с молоком матерью, наверное, это прошло, что любимый ребенок, единственная дочь, и вот оно осталось. Ну, я не только себя люблю, конечно, свою семью, окружающих, коллег своих, всех вообще. И коллег люблю. Коллег тоже люблю. Мы начально к вам пробрались в ЦОН буквально вот накануне, встретились с вашими коллегами, не все так открыты рады Ирбису, нашли мы, в общем, человека, который решил рассказать про вас, как вы любите их, и вообще, как они к вам относятся. Ну, если сразу же не волнуйтесь, пожалуйста, они ответили хорошо, нормально они к вам относятся, ну, давайте послушаем вместе со зрителями внимания. Азина Тулегена наш любимый руководитель, очень ответственный, грамотный и понимающий руководитель. Мы ее очень любим, ценим и уважаем. Азина Тулегена – шиншо бөлімнің бастығы. Бастығымыз Азина Тулегеннаны біз өте құрметтейміз. Себебі бастығымыз өте мерімді, ақылды біз Азина Тулегеннаны өте жақсы көреміз. Ну, правда, ну, прям как семья, что ли, да, у вас коллектив? У нас как семья. Зарплата маленькая, ну, как бы нагрузка большая, колоссальная. И специалисты мои в основном держатся из-за того, что сама аура у нас хорошая. Например, когда переводятся у нас с других регионов, все пишут заявление именно Павлу 48. Уже неоднократно было такое случай, когда руководство вызывают и говорят, почему именно к вам? Вот у нас в спецсоне, в другом отделе, ну, вакансий больше, чем у вас. Почему? Я говорю, ну, не знаю, откуда я знаю. Я требовательная, я строгая по работе, я не даю там оплошность, чтобы завтра, как бы, раз дашь, два дашь, а потом работа пойдет, как бы, я говорю, ну, не знаю, почему ко мне любят приходить специалисты. Ну, потому что, наверное, говорю, как добрый полицейский, может, где-то я ругаю, где-то похвалю, но за рамки никуда не выводятся. Ну, и здорово, на самом деле. Да и старта у вас, извините, 11 лет в СОНИ, а по профессии юрист правобед. Что, как там? Юрист правовед. Пошла в СОН. Ну, во-первых, у нас это первое квалификационное требование, это юридическое образование. А, то есть, по адресу, да? Да, я по адресу пришла работать. Ранее я закончила колледж ПАО, сейчас он ИНЕО, инновационный, евразийский колледж. Ну, раньше он был ПАО. Ну, какая, да, здорово, что вы там поучились. Да, я там поучилась. И после окончания колледжа прошла стажировку во втором суде, это на генерал Дюсенова-11. И там осталось работать. На протяжении шести лет я проработала секретарем судебного заседания. Вот таких выдающих судей, как Лилия Михайловна Клименко, Суханкулов, Гумар Цупекович. Ну, и привет всем огромным, за хорошие люди, да, на самом деле. Поработала я, а потом думаю, что-то мне секретарем не хочется, да? Пойду-ка я в ЦОН. Да, по состоянию здоровья я ушла сюда. И, во-первых, там не было перспективы, заработная плата не удовлетворяла. Нагрузка колоссальная в тот период времени была. Мы-то все печатали вручную, все записывали вручную. Это сейчас в рамках цифрового Казахстана у них все оцифровано. Не надо сидеть, протоколы эти печатать, писать вручную, ничего. Ну, пришла, я говорю, я не хочу. У вас вот там вот есть на Павлова 48, да? Нет, я посмотрела, была вакансия через биржу труда. И пошла, устроилась рядовым специалистом в 2012 году, 1 марта на мой день рождения. Ну, я думаю, 1 марта с пришедшим у вас днем рождения, ну, апрель уже наступил. Работаю 11 лет, да? Уже 11 лет, на протяжении 11 лет я работаю. И дальше что? Ну, дальше приглашали, и была возможность уйти на другую, более высокооплачиваемую, более перспективную. Ну, мне нравится моя работа в ЦОНИ. Оно в женском коллективе, с девочками, с нашими. Мы уже как одна большая единая семья. У нас, если происходит радость, горе, там, или еще что-то, мы все, все, как мы говорим же, мы каждый раз на работу приходим, я всегда говорю, приходите на работу на любимую джимусочку. Будете к ней относиться с любовью, будете к ней относиться с большой такой радостью, и она ответ вам даст. А если вы будете каждый день, как вот на каторгу приходить, ну, соответственно, так и будет. И жизнь так пройдет. И жизнь так пройдет. Да, как на каторге. Ну, здорово. А так мы устраиваем часто с коллективом, с коллегами эти билдинги. Берем своих детей, нанимаем аниматоров. В этом году, в прошлом году, в 22-м году, в августе месяце мы выезжали на природу, в этот Сосновый Бор, вот здесь, в сторону, как деревня Рождественки, да, вот в той стороне где-то, Сосновый Бор. Мы выезжали туда. Вы не устаете друг от друга, да? Мы не устаем. А вакансий много у вас там сегодня? На сегодняшний день нет, у нас вакансий мало, потому что много декрессий. А то сейчас, вон, сколько зрителей скажет, такой хороший коллектив. Пусть приходит, посмотрит, в общем, один Мухаммедяна, чем там вас озадачить, возраст ваш, сколько, скрываем, нет? Нет, не скрывая, полных 38 лет. Ну, так, вся жизнь еще впереди? Вся жизнь впереди. Ну, цон-то прикипел, а все-таки? Цон прикипел, даже если сейчас произойдет там цифровизация у нас и еще что-то, я так думаю, что мы останемся все равно на плаву этой цифровизации, потому что мы у истоков стоим на сегодняшний день. И по работе думаю, что все-таки цоны не искоренят. Скажи, я останусь с работой и своим любимым цоном, с любимыми людьми, когда хотя иду на работу и думаю, кто мне может вынести мозги на самом деле. Ну, вот вы говорите, как семья живете, своей, слава богу, обзавелась, замужем? Замужем, сын. Супруг чем занимает? Супруг у меня фермерское хозяйство свое, он занимает, был самозанятым, потом открыл сейчас же модно фермерское хозяйство. Друг другу в гости. Хорошая семья, мой с женой, если друг другу в гости. Ну, так бывает на самом деле, предприниматель же все-таки, да? Да. Нормально зарабатывает? Хорошо. Хорошо, у вас кольцо просто, ну, я не знаю, оно так светится. Подарок от супруга. Подарок от супруга? Да. О, видите, куда идти надо. Фермерское хозяйство, говорит героиня нашей программы. Любимое хобби на выходные хлебка, пельмени и вареников. Откуда вообще вот это? Бешпармак любите готовить? Бешпармак, да, бешпармак любим готовить, но у нас же, видите, работа постоянно в каком-то стрессе, как сейчас вот говорите, там приходят люди, просто бывают эмоциональные вампиры. Просто придут и вот как бы, да, энергию все могут высосать. За полчаса там. А пельмени тут при чем? Пельмени, вареники, это мое любимое хобби. Вообще я люблю природу, просто дикую природу. Не так вот куда-то в красивое место там купил, куда-то билет уехал отдыхать на море или еще что-то. Я люблю нашу природу. Вот просто простую нашу такую обывательскую природу. Вышел на берегу Иртыша. Это революция. Релакс прям такой. Ага, и вот эти пельмени. Зимой, летом. Ну, с одним цветом. Ну, а с пельменями ситуация такая. И выходной день. Это вот мое самое золотое кредо. После всех мероприятий, там, бани, генеральной уборки. Баню, да, нибудь? Баню вообще обожаю. Русскую баню обожаю именно. А украинскую вы не обожаете? Украинскую вот у нас пельмени, борщ, вареники. Это вот передалось, наверное, от бабушки нашей. У меня у папы мама, она чистая хохлушка наша. Украинка. Ковалик Марье. Потом она вышла замуж за нашего дедушку Желдобаева Мухана. И переехала уже во время поднятия Целины в Любяжинский район, в село Шарбакты. 50-х годов они переехали туда. И там не остались жить. И чему бабушка украинка научилась? У меня в биографии это и написано как раз таки. Вон, я и предполагаю, вареники от нее она научилась. Сказала, ну-ка, Азинка, пойдем-ка, я тебя научу вареники делать. Да, вареники мы с ней лепили в детстве. Да, у нас действительно выходные дни. Бабушка вот передала нам свое вот это вот хобби, свое, наверное, какое-то тоже занятие. Это лепить вареники, домашний уют, вот это вот все. В основном мы любим вареники с творога, с чесночком, зеленым укротом, лучком, чуть-чуть. Горилку вы не любите? Горилку, нет, горилку мы не пьем. Горилку не пьем на вареники? Не пьем. Вареники любим. Ага, ну и рецепт давайте расскажем. У нас в последнее время очень часто хозяйки делятся рецептом. Ну, в общем, тесто сделала, да? Тесто сделали, ну, еще раз повторяюсь, с картошечки, с грибами можно, с творогом обязательно, летом это с вишней, с клубникой, то есть любое. Все, что жуется и глотается, все может в варенику идти, да? Все уходит в варенику. Ага, и потом сметанку, да? Сметанку обязательно. Вот у нас специально даже посуда есть. Моя мама вторая, супруга мамы всегда смеется. Она говорит, все-таки вот корни они где-то есть, потому что мы ставим вот эту красивую посуду, деревянную, с деревянной ложкой. Небольшую там икорочку положим рядом вареники эти. И обязательно при лепке вареников, у меня еще есть такое вот мое любимое хобби, я морально отдыхаю и морально, наверное, восполняю ту энергию, которая с меня вот в течение недели по работе там бывает уходит. Это фильм, советские фильмы. Люблю смотреть «Девчата». «Калина красная», «Москва слезам не верит». Очень много. Очень много. Но вот «Москва слезам не верит». Сам лично обожаю этот фильм, смотрю. А не бывает, где Азина лепит вареники или пельмени, и слезы у нее туда льются, в эти вареники, а она вот так вот. Как это происходит? Или просто фоном? Нет, не фоном. Прямо вначале я все подготавливаю, и уже когда при самой лепке, я включаю к себе какой-нибудь планшетик, либо ноутбук, ставлю рядом. И вот так? Леплю и смотрю. Вот каждый выходной там с периодичностью. У моей уже в семье всегда смеются. Мама опять, сынок говорит, опять мама свои эти фильмы какие-то непонятные смотрит. О, да, привет тебе. Как сын зовут? Ильяс. Ильяс, привет тебе. Понятные-то фильмы на самом-то деле. В 39-й школе мой сынок учится 10 класс. И в 39-й школе тоже привет, отличная школа. Ну и здорово, да? Так я спрашиваю, когда сцена какая-нибудь такая печальная, скажем, бывают эмоции? Конечно. Каждый раз эти эмоции, они, наверное, выходят. Вот с каждым разным просмотром они не устаешь от этих фильмов. Так вот вареники с азинами срезами подаете на стол или нет, я спрашиваю? Конечно, но без слез. Но без слез. Со сметаной, с маслом сливочным. Я был приятный на самом-то с маслом сливочным. Приятно удивлен или даже просто улыбнулся и улыбнула мне факт вашей биографии, что вы любите старое кино, советское. И это вас как-то раскрепощает, дает возможность о чем-то подумать и просто отвлечься. Так вот, что тянуть резину, я подготовил вам фразы, крылатые фразы из известных советских фильмов. Я буду начинать, а вам придется закончить. Попробуем? Давайте. Давайте попробуем. Муля Не нервируй меня Плюс Элементарно Ватсон Упал, очнулся Гипс А вдоль дороги Мертвые Ой, вдоль дороги мертвые С косами стоять Что-то не припоминное Что-то, значит, не мое самое любимое. Что-то не припоминное Это мой натуральный цвет На аплодисменты вам от наших зрителей Ну, правда, вы просто знаток советских фильмов Я не стал вам в Москву, Сайзар, не верить, потому что мы сейчас просто ее слагали бы Абсолютно, кот Василий, да, по-моему, у вас еще в доме? Да, наш член, кот Василий Ну, как, зачем? Наверное, в каждой семье должно быть домашнее животное У нас домашнее животное – это наш котик Вася Он как член семьи Очень умный Ну, вот я раньше, когда думала, там, говорили, вот у нас кошка, там, это Думаю, да, что-то приукрашивают А сейчас вот с ним разговариваешь Говоришь, Вася, ты будешь кушать или что ты будешь делать? Он отвечает еще, хвостом может повернуть и уйти Я говорю, ну, ничего себе Выбирает корм, какой подороже, кушаем хорошо Подешает ли, может стоять? А вареники с чесноком не едят? Нет, 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 сейчас такие кошки Я говорю, раньше, не знаю, в детстве помню Мы остатки нальешь, кушаем кошкой Что не доело, да? Сейчас нет, сейчас только проплан Сейчас и дети другие, да? Сейчас и дети, и кошки Советские фильмы не понимают И кошки другие, почему от поколения это посмотрите? Да, да, да И кошки А порода-то какая, Васька? Порода обычная, наша дворняшка Наша дворняшка, и посмотрите, какой корм ему подавать То есть со стола он ничего есть не будет? Нет, нет, он очень интеллигентный у нас Знаете, я порой, даже мой покойный второй папа, как бы свекор Он даже сам говорил, надо же, какой у нас Василий очень интеллигентный Живем летом, мы его в частный дом перевозим Там мышку что-нибудь поймает, он его не убивает Играет, играет, принесет, показывает Это вот моя добыча Мы начинаем уже, Вася, убери эту мышку Там аккуратно возьмет, позвоночник сломает, не ест И возле мусорки оставляет Ну, так если инстинкт вот от дворняки, да, вот это вот ловите Ну, то есть, да, ну, как бы инстинкта его есть, вот этого кота Что надо споймать Ну, разве она ходит, эта мышь, да, что она ходит? Да, ну, мышь ест, вот именно что там, бывают же такие кошки Откуда вы знаете, что позвоночник сломает, может быть? Ну, он прям хрустит, я говорю, Вася, мы там на улице, на лавочке летом сидим Я говорю, Вася, во дворе, я говорю, ну-ка, убери Смотрим, отец говорит, посмотри, доча Кот отнес возле мусорки, закинул Ну, прям рядом Нам только надо поднять Слушайте, я это не буду, вообще, а чем Вася, ну, назвали бы, я не знаю А это сын придумал Мы пока пришли, и он говорит, мама, мой Вася Я говорю, какой Вася? Вот у нас кот Ну, ладно, кот, Вася, все И вот у нас Василий Альбабаевич, моего все Как с фильма «Джентльмен в дайте» Отличная семья Сын, вы говорите, в 39-й школе, он там, вы куда-то направляете его, в какое-то русло профессиональное, будущее? Вообще, до 9-го А киноведом в отечественных он точно не будет в фильмах советских? Нет, не будет он точно До 9-го класса он прям в медицину мечтал, питал этим А после 9-го класса теперь у него молодежь как? Перестроился в юриспруденцию хочу А, ну, мама там правая ветка У нас и дедушка был сотрудником финансовой полиции Мужа папа, свекор наш Ну, и вы не против? Ну, и я не против, сейчас, знаете, такое поколение, сейчас дети с такими нравами А папа фермер что говорит? Папа фермер с двумя высшими образованиями А сыну что говорит? Вот у меня два высших отеля Сыну говорит, выбирай так, чтобы семью кормить Да, а вообще семья-то и появится в 16 лет, там, пару лет И, видишь, бабка еще станет Ну, возможно Вот, какая будете свекровка? Не знаю, не могу ничего сказать Ну, вареники лепите свою снахуну или как они там называются эти? Ну, для детей Женам детей Я, вы знаете, наверное, уже более современные мы уже будем в свекрови Более, наверное, не того периода времени, который вот как нас там Надо, чтобы наши дети жили рядом с нами, там Я помню хорошо, когда вот, ну, то поколение, еще наше поколение Сейчас более современное поколение, наверное, мы более к европейским стандартам уходим Все, женится, пойдет отдельно жить И пусть уже сам плывется Сам, ну, будем помогать, конечно, поддерживать Это, наверное, задача любого родителя А, ну, лезть там в семью, вот она такая хорошая, а он такой плохой Или он плохой, или она плохая, а у меня сыночек такой хороший Я считаю, это неправильно Скажите, отстаньте со своими Вот я тебе ее не выбирала, да? И тебе тоже его, да? Ну, изначально нужно поставить, наверное, какие-то рамки, что... Ну, нормальная, в общем, будешь, да? Да, в жизни бывает всякое И бабка тоже нормальная будет Бабушка, ну, конечно, нормальная буду, наверное Размучитались, да, мы с вами? Что-то я так еще думаю, рано мне Еще 16 лет, я думаю, современное поколение, я хочу вам сказать На самом-то деле, вот оно такое Позитивный вы человек, на самом деле Это, ну, кино, ладно, бог с ним Время для грусти Бывает? Бывает Уединиться? Бывает Снять, там у вас накладные нет? Снять, скажите, все, плакать хочу я Ну, бывает, конечно Конечно, но у меня супруг мой каждый раз поддерживает И проговаривает, что вот он у меня как друг и подруга Ну, все в одном лице И всегда вытирает мои слезки И говорит, надо продолжать дальше жить В прошлом году, в 21-м году мы потеряли В 22-м году потеряли папу одного В этом году, в 23-м году, в начале года, не успев год провести Второго папу потеряли То есть это такая, ну, как бы тяжелая утрата И для нас это прям не, ну, как бы, как сказать Потеряв самых близких людей, да Были и депрессивные моменты в жизни Но, тем не менее, жизнь продолжается Наверное, в этот период, самое главное Где-то в себе не застрять Где-то, наверное, не ковыряться, где не надо Там, в голове Отпустить все Ну, и семья в помощь? Да И семья в помощь? Семья в помощь, вот Супруг, мамы, братья Ребенок И все мы рядом? Все мы рядом Все друг друга поддерживают Кот Васька? Кот Васька в первую очередь Кот Васька в первую очередь Потому что эти-то сами себя могут обслужить что-то А здесь, когда куда-то мы выезжаем или еще что-то Кот Васька у нас на первую очередь встает А куда его деть, да? Как, что? Ну, у нас есть родственники У казахов же родственников Но в любом случае у нас Если есть куда пристроить, да? На улицу Васька не пойдет Он любимчик всех Ага Самый счастливый день в вашей жизни? Наверное, когда родился мой сыночек Я когда стала мамой А где дочь вообще хотели? Да Мы еще планируем Мы еще планируем Еще бы возраст Еще молодые Еще молодые Плюс крестьянское хозяйство Любимая работа На работе все-таки маску приходится надевать где-то? Конечно Дома хозяйка-расхозяйка Все кипит и бурлит А на работе все-таки? Конечно На работе в любом случае Перестраиваешься Потому что люди бывают разные Как бы нужно перестраиваться Где-то кому-то угодить Где-то кому-то объяснить Где-то кому-то пожалеть Кого-то послушать Но нервы ведь они не железные Не позволяете в любом случае? Не позволяю Вежливость Она должна остаться? Конечно Это в первую очередь Стрессоустойчивость Наверное, это уже с годами Она вырабатывается Даже Многие вот Дома Близкие, родные, родственники Всегда смеются У нас одинка Как удав Стрессоустойчивая Ну не дай бог Если она там Снимет свой бантик Красивый То этот удав Вот эту мышку Которую Вадька поймал Съест и не заметит Ну как бы У нас смеются всегда Ну я считаю Что надо быть стрессоустойчивым В любой ситуации Вообще надо быть счастливой Еще Счастливой В чем ваше? Излучать счастье Самой быть счастливой И излучать это счастье Счастье в том Что слава Аллаху Мы живем У нас руки-ноги целы Голубое небо Над головой Нету войны Я могу себе позволить Такое роскошное кольцо Ну Авторское кстати Ну не могу Это авторское Это авторское Это супруг мне подарил Авторское Это же золото Советское золото Роскошное Просто А вот самый Если кольцо опустить Самый дорогой подарок В жизни Дорогое сердце Я имею в виду Материальное Или нематериальное Так вот Какой? Ну Самый дорогой подарок Жизни Еще раз повторяюсь Это наверное Мой ребенок Когда я стала Сама мамой Вот Это вот для меня Был самый дорогой Мой подарок Наверное От Всевышнего Здорово же? Конечно здорово Быть мамой Это здорово Многие Ну как бы Мое поколение Есть Кто и не смог Стать мамой Даже не раз Не почувствовал Вот это материнское Тепло Нет А если женщины Которые стали мамой В физиологическом Да? На биологическом Плане Но Не стали мамой В принципе Стать мамой Для сына В чем? Пацан же все-таки Ну До Десяти лет Я его баловала Баловала Очень сильно Ну Тем не менее Мы его воспитывали Не так вот Чтобы как вот Баловали Что там Со стороны Как будто Ребенок Как ненормально Себе ведет Мы его баловали Мы ему Ни в чем не отказывали Но уже после Десяти лет Мы его начали Учить самостоятельности На сегодняшний день Я даже Мне страшно сказать Но мой ребенок Живет один Мы ему Квартиру выделили Возле школы Он живет сам Самостоятельно Учится Ну Моменты всякие Бывают Приходим домой Воспитываем Показываем Учим Мама Деньги дай Часто? Нет такого Ну то есть Я сама даю У нас даже Моя вторая мама Она говорит Почему Это ее Самый любимый Внук Потому что Мы жили Вместе Мы и сейчас Продолжаем жить С ней вместе После смерти Нашего папы И Мы оставили Квартиру И с мужем Решили Чтобы ребенок Уже Учился жить Самостоятельностью Он мальчик Он должен Отвечать За все свои поступки За все свои деяния Уже Он мужчина В первую очередь А у мусульман Как? Мужчина должен Он глава семьи Продолжитель рода И Мы его воспитываем В таком духе Мы не воспитываем Там Это он у нас Единственное Надо ему там Все Нет 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 А в конделиктах Загадываете? Конечно Нормально там все? Ну С переменными успехами С переменными успехами Ну тем не А вот как раз таки Азина открыла Между клиентами Как он делик Увидела там То, что не хотела увидеть Звоните сразу? Пишу в ватсапе Сына, не позорь меня Он говорит Мама, знаю, стыдно Но не могу эту программу понять Я говорю Репетитор тебе в помощь Программа действительно сложная Вот в наше время Мы когда учились 90-е годы Конец 80-е 90-е годы Вот это начало Все равно Советского Союза Вот эта вот Программа Она намного была легче Проще Она доступнее была Ничего страшного Сейчас программа Мозг безграничен Ну, конечно Сейчас программа Я не говорю, что она прям Но все равно сложная Вот сейчас смотрим Мы 10-й, 11-й класс Высшая математика С института первого курса Программа высшей математики Вот оно все Вот как бы так Все там Пусть будет Илья, как сына? Ельяс Ильяс? Ельяс Ельяс Привет тебе Ничего там недоступного нет Мама тут наговаривает Нормальная программа Вот тебе еще В университет поступить Там еще Еще понятнее будет тебе Как сын маму Одаривает Чем? Цветы Ну, давайте 8 марта Представим Или просто внимание Вниманием Но у него В этом году Был такой вот Шикарный от него Подарок Для своей бабушки Потому что Я еще раз повторяюсь Мы жили Первые 5 лет После Как с мужем поженились Со свекровью Со свекором И он родился У них на руках То есть он был Их первым внуком От сына И жил с ними До 5 лет Соответственно Он бабушку Любит Ну, маму Конечно Слов нет Но бабушку Я всегда Всегда сыну говорю В первую очередь Бабушке Любое внимание Бабушке Ну, вот и подарок бабушке В итоге что там Подарок бабушке Он сделал Своими руками Там что-то он там Смастерил ей И шкатулочку небольшую Цветы Торт Как же у них Прошел Конечно Приятно Цветы Не просто там Букет роз взял А взял Букет Который Долго вот стоит Как они Гифил Или как вот такие Цветочки называются Такие полевые Красивые цветочки Ну, здорово Ну, вообще Балуют вас ваши мужчины Скажи мне Работа вас не балует И не надо здесь Конечно Вы ее любите Да, но Мужчины балуют Я рада любому Клиенту Пусть он даже противный К примеру Бог с ним Это работа Мужчины ваши Вас балуют? Мужчины нас балуют По выходным Они тоже нас балуют Устраивают нам Тимбилдинги Домашние Устраивают нам Какой-то отдых Там Семейного рода Очень сильно балуют Цветы дарят вам? Цветы дарят Обязательно Какие ваши любимые? Полевые Полевые У нас программа заканчивается У нас для вас тоже есть букет Не дождетесь Вы от нас Полевых цветов Просто студия цветов Комплименты Она, конечно, постаралась Очень сильно Но вот такой букет Вам на память И обучающихся В нашей программе Ну, хотя бы на несколько дней Пока он Отцветет, как говорится И пахнет Азина Мухамедьярова Была у нас сегодня Ну, просто Замечательная Другая вы, если честно На работе вы совершенно другая Я очень рад нашей Сегодняшней встрече Вам здоровья Вашим мужчинам Я считаю, что Их у вас трое Кот Васька Он тоже на хорошем счету Член семьи Огромных побед Я не знаю Мышей там И всего остального Супругам силы Пусть носят вас на руках Спасибо вам за участие До свидания Спасибо большое Дорогие друзья Программа наша заканчивается Просто замечательная команда Помогала мне сегодня Это режиссер программы Павел Варенев Звукорежиссер Дорин Сулейменов Вот им аплодисменты Видеооператоры Люди, которые Вы давали Вам картинку Вы все сегодня Прекрасно видели Это Максим Носков Станислав Кейкин Александр Колесников И я Тимофей Голев Желаю вам Всего самого наилучшего До свидания Субтитры подогнал «Симон»